Приветствую вас, и мне думается, что с вами всё в порядке, думается мне, что никакой болезни у вас нет, и думается мне, что вы просто-напросто не чувствовали бы себя полноценно развивающейся, если бы были с мужчиной, ну, например, вашего возраста, или, может быть, немножечко постарше. То есть на данный момент у вас есть потребность в том, чтобы быть с этим мужчиной, с которым вы сейчас, но вам не нравится, что он использует вас, вам не нравится то, что вы как собачка, и вот именно то, что вы как собачка, то есть что у вас есть какие-то негативные эмоции по этому поводу, да, по поводу того вот, что он относится к вам неправильно. Это и является зависимостью на самом деле. То есть, в целом, ваша потребность нормальная. В целом, если вам с ним взращо удобно и комфортно, то всё замечательно. Если вы его любите, то всё тоже не вызывает никаких нареканий. Пожалуй, нарекания вызывают именно то, что вас не всё устраивает в этих отношениях. Вам не всё нравится. То есть, что вы чувствуете, что вот чего-то не хватает. Что вы чувствуете, что вот он не так с вами общается, как вы вам бы хотели. Что вы ждёте его и готовы обещать на его голос. И вот, если вы хотите, чтобы он начал вас уважать, и перестал смотреть на вас только как на ребёнка, чтобы перестал вас использовать, ну, вам нужно перестать бежать на его голос. Перестать являться ему по первому зову. И тогда мужчина начнёт вас уважать, собственно говоря. Тогда мужчина даст вам именно то, что вы изначально от него хотели бы получить. А до тех пор, пока вы ведёте себя именно так, мне бы это не глупо, это совершенно нормально. Люди действительно живут в достаточно большой разнице в возрасте и живут хорошо. И действительно, не нужно бояться перспектив. Действительно, не нужно ничего такого думать. Главное, чтобы вы были счастливы. Но вот эту вот проблему, что вы, как собачка, ждёте его и готовы обещать на его голос. Эта проблема и есть суть зависимости. То есть вы принижаете себя ради него. Далее вы пишете такую вещь, которая, на мой взгляд, скажет мне очень, ну, если, знаете, если неинтересной, то уж точно любопытной. Вы как будто бы предвосхищаете нас и говорите, ну, вот, вы, наверное, можете подумать, что у меня зависимость. Что это из-за того, что вы жили без папы, но я думал над этим всем, боролись с зависимостью от психолога. Но в моей голове сидит это убеждение о нашей будущей совместной жизни. Понимаете, у вас может быть и будет совместная жизнь. Она у вас, точнее, с очень большой долей вероятности может быть. Но только, простите, при каких условиях, при каких условиях у вас, возможно, совместная жизнь? Я думаю, что вы согласитесь со мной, что условия могут быть единственными условиями для совместной жизни. Это могут быть такие условия, при которых мужчина вас воспринимает именно как женщину. А это невозможно до тех пор, пока вы от него вот так зависите. И, понимаете, возникает парадокс. Зависимость, ваша зависимость от мужчины, Мужчина, которая проявляется в том, что вы бежите к нему по первому зову, полностью исключает возможность совместного проживания. Потому что мужчина видит, что вы принадлежите полностью ему, потому что вы во всем и всем для него жертвуете, но и он не воспринимает вас серьезно. Потому что серьезная женщина с собой родить мужчины, вот так откровенно, как мы это делаем, не жертвует. И как собачка его не ждет. И уж тем более не бежит на руку его голос. Потому что серьезная, достойная, уважающая себя женщина, она себя ценит, она себя любит. Она не позволит вот так вот себя вести. Ведь это снижает ее ценность для мужчины. Ну вот вам нужно себе ответить на такой вопрос тогда. А, слушай, я хочу семейной жизни с ним, да? Хочу совместной жизни, хочу быть с ним. Наверное, хотите за него выйти замуж. Хорошо. Но для этого вам нужно отмечать определенные условия. Для этого вам нужно быть самодостаточным. А вы таковой не являетесь. А мужчина является. И в этом ваша разница. И эта разница делает невозможным ваше совместное проживание. Да, вы можете так с ним встречаться. Да, вы можете переносить там отношения с отцом на него. Это все ваше, как бы, ваше право, ваше сила. Но о здоровых, естественных, равноправных отношениях вести речь нельзя. В каком консистенте. Потому что люди, которые хотят быть вместе друг с другом, они независимы изначально. Они равны изначально. Они друг друга воспринимают, как саму цель. Для вашего мужчины это явно больше, чем самодостаточный. Он, если вы от него так сильно зависите, для вас предпочтает средство. Средство для осознависления каких-то своих желаний. И вот с этими желаниями вам и нужно разбираться. С этими бобленностями вам и нужно разбираться. Если вы сможете сами для себя разграничивать потребность в мужчине и восприятие его, как вашего мужчину, это хорошо. Это хорошо. Тогда у вас появится шанс на полноценные отношения и на совместную жизнь. Если вы разграничивать не научитесь, а ведь разграничение нужно для чего? Чтобы отдавать себе отчет, как вы себя ведете. То есть, например, когда вы без него ведете себя, как женщины, когда вы без него ведете себя, как независимый человек, чтобы он проявлял свое мужское поведение к вам, потому что он тоже за время, которое провел с вами, он тоже, наверное, к вам привык и тоже вас нуждается. А когда вы скидете, чтобы вы активировали те свои потребности, которые у вас есть уже как в отчестве. И это для вас, по моему мнению, единственный возможный выход из этой ситуации. Потому что то, что есть сейчас, исключает то, что вы хотели бы. Вырекусь в ключевой момент. Дальше. Вы пишите, что боролись с зависимостью у психолога. Боролись с зависимостью. А зачем бороться с зависимостью? Получается, что вы хотели свои желания взять и обрубить? Получается, вы что хотели? Ну, в данном случае зависимость, это естественная потребность в отчестве. Получается, вы что? Хотели побороться с себе потребность в отчестве? Ну, пока вы должны были побороть и саму себя, что является в некотором роде абсурдом. Вам нужно всего лишь четко и адекватно отдавать себе отчет в том, кто для вас это улучшило. Пока что он для вас отец, потому что вы в нем нуждаетесь. И удача с ним, судя по всему, очень сильно. Но вы можете сделать так, чтобы он стал вашим мужчиной. Чтобы он посмотрел на вас, как на женщину. Но для этого нужно для начала удовлетворить все потребности, которые у вас есть в отчестве. И в идеале, как мне кажется, потребности в отчестве, вам нужно удовлетворять с помощью психолога. Возможно, даже того самого психолога, с которым вы работали, с которым вы боролись. Чтобы в нем, в психологе, увидели отца и дополучать с ним то, чего они дополучили от реального отца, прорабатывали детско-родительские отношения, а с мужчиной вы были бы женщиной. Женщиной полноценной и однозначной. И вот тогда в такой ситуации у вас, я думаю, все могло бы получиться идеально. То есть так, как вам бы того хотелось. То есть, что вам нужно сделать? Вам нужно, вообще-то говоря, для себя самой сначала определить, вот, а была ли у вас зависимость? Потому что из вашего сообщения как-то, ну, вообще непонятно. Признаете, что была зависимость, не признаете, что у вас была зависимость. И если признаете, то что вы делали для того, чтобы от нее реально избавиться? Если не признаете, то как бы, как вы объясните тогда, что вы в нем, может, действительно нуждаетесь в мужчине? То есть, нужно доопределить вам свою позицию относительно зависимости. Когда позиция будет доопределена, исходя из этого, нужно строить ваше дальнейшее поведение. Если зависимость есть, то ее вы реализуете через психолога, добирая то, чего не додал вам ваш отец, а сами ведете себя как однозначная женщина с этим мужчиной, без такой силы в нем потребности. Дальше. Если по вашему мнению у вас зависимости нет, а я думаю, что если вы как вы сами считаете, так вы, наверное, и будете считать, то есть, переубедить вас, не представляете возможным, да и нет желания. Тогда, опять-таки, вот эти элементы поведения, когда вы его ждете и бежите к нему, ну, не исключат. Прямо это без этого полноценное отношение невозможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok